Добрый день дорогие друзья и гости этого замечательного youtube канала который ведет юлия флорида с вами сегодня снова надежда эгерс я риэлтор центральной флориде точнее город орландо и его пригороды сегодня я вам хотела показать такое интересное такой интересный там хаос который находится в зоне где вы можете сдавать его как и на короткий срок то есть понедельно подневно помесячно и также на длительный срок это на год давайте сейчас быстро пройдусь по цифрам до того как мы сделаем обзор там хаосом в общем он был построен 2017 году новый а почти почти новый да в нем 2168 квадратных фут это значит 201 квадратный метр на такую небольшую площадь они вместили 5 спален вау и реванных да много и что еще у нас здесь и чур ей еще и 380 в месяц в месяц да кто-то из вас скажет что это очень дорого но это там хаос находится достаточно таком очень фишенебельном комьюнити здесь секьюрити ворота в этом комьюнити есть гольф клуб даже мини-гольф есть кстати и клабхаус с бассейном такого курортного типа с лэзи ривер стики называется тики бар знаете когда барчик среди бассейна также у них есть свой личный как бы комьюнити ресторан бар очень много всяких баскетбольной площадки теннисной площадки то есть инфраструктура самого комьюнити она уже сильно развита и естественно потому что это там хаос мы уже раньше объясняли вам и чуей разницу между сингл хаос и там хаос до разница она всегда есть потому что вы страхуете то что находится внутри и чуей занимается тем что наружу стены крыша все что вокруг да вас пострижка газона газонов и так далее вот поэтому как всегда всегда будут цены и чуей выше ежемесячный там хаосе чем отдельно стоящем доме налог здесь 5 900 прилично и личный расположение этого комьюнити достаточно удобно в пяти минутах дисней это сиола парквей 5 минут дисней 7 рестораны бары магазины и шоппинг напротив прям комьюнити недавно построена плаза тоже с магазинами и ресторанами и продуктовыми магазинами то есть инфраструктуры здесь уже достаточно развита и еще и развивается мы видели вокруг очень много строек тех же класса сейчас строится вокруг здесь достаточно было много земли и сейчас начинается застройка активно давайте сейчас пока пройдем посмотрим его потом дальше вернемся другим цифрам давайте 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 посмотрим начале у нас сразу идут две спальни от дверей возвращайся проходим первую дверь попавшуюся смотрим спальни спаленка сейчас с этой стороны вам ее покажем такая небольшая спаленка но для вакейшн дома очень даже хорошая здесь у нас стандартно гардеробная двухдверная вид здесь на соседей пошлите дальше очень классно когда все мебелировано можно наглядно посмотреть что где может располагаться я думаю вам тоже интереснее смотреть мебелированные дома пройдемте дальше так что мы видим мы видим здесь ванную комнату с двумя раковинами натуральный камень с туалетом и душевой надо еще посмотреть как дверь интересно открывается закрывается вот таким вот образом чтобы экономить пространство следующая комната детская здесь место аж для двоих детей тоже конечно же есть гардеробная так проходим дальше забыла сказать цену этого дома это что дом так аус продается уже с мебелью все что и продается вот почему он еще немножко подороже подороже на самом деле цена цена 389 но я проверила не поленилась проверила сделала анализ рынка там каусы точно такие же тоже мебелированные продаются здесь в районе 345 350 то есть то есть они завысили цена не завысили цену троговаться естественно нужно здесь и он стоит уже на рынке достаточно давно полгода так что такое здесь необходимо хорошо будем стать что да все что вы верите включено да ну я замечу да все такое новенькое хорошие современное все работает представляете въезжайте и живете не надо ничего практически уже покупать островок не нравится очень он же барная стойка но вообще в основном такие дома для инвестиций до покупаются не для инвестиций я расскажу по чуть-чуть попозже когда мы пройдем уже потом полосе я расскажу по поводу сумм по поводу инвестиций аренды и так далее хорошо так здесь обеденная зона окна такие большие хорошие мне нравится когда со всех сторон окна сейчас не очень солнечно но уж как есть извините такой вид что тут у нас вид на бассейн сейчас пройдем посмотрим от нас опять убегают разбегаются все так ладно это такая зона отдыха пойдемте заходим хорошо помыли стекла я не заметила хорошо это был не лоб заходим заходим господи сейчас в бассейн бы не упасть так же извините да я могу тем не менее что что то что то такое но есть же еще здесь большой бассейн до общий как бы поэтому так что и такого здесь еще дополнительно хватит понятно все лежачки вот тут вот правило написаны для отдыхающих сейчас мы вам покажем у роз соблюдайте пожалуйста ой здесь вот можно посидеть правда не вижу здесь барбекюшницы почему-то за такие деньги должны барбекюшницу еще поставить что поднимаешься на второй этаж а мы здесь на первом смотри вот это вот комнатку попустили опа нет еще давайте сейчас покажем так это здесь такая подсобка да и водонагреватель вот здесь стоит так там у нас да вот пожалуйста комната ландри рум так все хорошо теперь вроде мы все это посмотрели поднимаемся да давайте спальня расположена так куда сразу эта дверь уходит наверное тоже да здесь замолка я думаю что это owner storage угу так и есть ой какая сапочка так вот заходим в первую спальню я понимаю что это мастер угу да мастер потому что такая побольше комната сразу видно сейчас со всех сторон покажем так здесь у нас тоже две раковины как положено для мастер бедрум в хозяйский спальни пожалуйста еще что здесь у нас туалет туалет хорошо что закрывается отдельно это всегда хорошо дальше идем следующая комната детская то такое все яркое но это потому что все таки это вакейшн дома здесь стараются как-то так разнообразить все украсить если заметили здесь в таком диснеевском стиле картинки ну да дисней пять минут что правда пять минут удобно так идемте дальше там еще одна спальня размером с мастера какие картины интересные то можно сказать вторая мастер ты пропустила кстати вот эту ванну которую делят вот эти спальни я даже не могу там кто еще делит все все спальни ее делят а нет нет там еще там есть еще ванна вот эти спальни то есть вот эта ванная меня это спальня с никки маусом ну давайте проходим я бы сказала это как вторая мастер идет что в ванной одна раковина да но сейчас мини мастер мини мастер да это знаете как получается бывает две семьи снимают снимают на неделю например да 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 правда и в каждой семье есть мама папа да конечно ну у кого например нет детей может быть используют поменьше комнатку у кого дети а дети отдельно здесь отдельно детских три комнаты а это получается две мастера мебель то смотрите какая здесь с элементами сваровски вычурно так все тоже здесь гардеробная у них своя именица так а тут у нас куда-то что выходит в общем то тоже у соседей давайте пройдем дальше где мы не были еще в общем то мы здесь все посмотрели да сколько здесь на втором этаже спален три все мы все три посмотрели три спальни и сколько на втором этаже ванных получается три о всем хватает в общем ну что ж мы все посмотрели прошли заглянули вроде бы в каждый угол надеюсь все осталось довольны я здесь забрали мусор кстати да сейчас покажем где он там находится откуда его смотрите значит я здесь сделала кучу каких-то расчетах сейчас попробую разобраться в своих же написаниях как я уже сказала это вообще этот район он зонирован зонирован под короткий под короткий срок сдачи и под длительный срок сдачи в этом там хаусе мне предоставили их календарь со следующими ценами то есть если владелец решила сдавать на короткую на короткий срок то в негорячий сезон это стоит 199 долларов в сутки в горячий сезон где-то январь-февраль это стоит 219 долларов в сутки и в праздничный сезон это рождество пасха это стоит 339 долларов в сутки на долгосрочную аренду вы знаете так как так как сейчас немножко такой слов не очень забитый период вообще туристов до из-за поведа я уже посмотрела что некоторые там хаусе здесь сдаются уже на долгосрочный период и цена 3300 долларов то есть это в принципе неплохо в месяц на 13 но с условием на 12 месяцев находится арендатор 3300 долларов в месяц на 12 месяцев я рассчитала приблизительно я не моргач брокер я приблизительно рассчитала кредит то есть если этот там хаус покупается как инвестиция естественно первоначальный взнос он будет выше чем если вы покупаете его для того чтобы вы использовали как свою собственную резиденцию то есть я сделала такой расчет на 20% первоначальный взнос естественно под инвестиции дает выше процент интерес рейд то есть я считала приблизительно 3 9 но это уже будет зависеть от от конкретной ситуации естественно это нужно работать с моргач брокером которые у нас есть несколько очень хороших моргач брокеров обращайтесь и это будет стоить где-то 1300 в месяц только кредит также я рассчитала в месяц если вы посчитаете чуей страховка и налог и разделите это на 12 месяцев то есть месяц получаете 990 долларов вот смотрите какие суммы цифра у меня получились то есть ваш ежемесячный платеж включая кредиты все выплаты все фи будет приблизительно 2 300 а там хаус можно сдать за 3 300 то есть понимаете да то есть в принципе даже если вы не будете так сказать заморачиваться с коротким сроком сдачи да это конечно приносит больше денег чем сдавать на месяц но это нужно определенная работа это нужно нанимать менеджера вот у нас менеджер сзади я кстати покажи покажи пожалуйста менеджер который занимается сдачи ваш менеджер короткий срок она лучше расскажет об условиях и так далее чем я там что я только занимаюсь на длительный срок но если кто-то решил под себя это купить и жить здесь не как инвестиция как президент шоу то в этом случае будет пять процентов первоначальный взнос на мучается семнадцать половиной тысяч и ежемесячный как процент интерстрейт будет два и приблизительно 7 процентов и окончательная сумма не окончательная сумма а сумма кредита будет также при 1350 плюс 990 за месяц за за страховку налог и еще ей и то же самое вы будете вы будете платить 2 314 чтобы снять это там хаус вам по нами понадобится 3300 хорошую разницу вот так что то я не знаю что я еще упустила вроде бы все рассказала в общем для инвестиций он лучше подходит для инвестиций он подходит лучше чем вот предыдущий там хаус мы снимали например да да ну видите он новые в этом я не знаю сейчас от района очень сильно расширяется инфраструктура больше людей как бы их работает в этом районе я не знаю почему он намного дороже на сдачу на дозы на сдаются за эту цену единственное что я не сказала что я не могу ничего хорошего сказать по школам а есть здесь они есть если вы семья с детьми школьного возраста тогда это там хаос мне для вас если вы хотите школы и средненькие так себе да типа пятерки шестерки пятерки пятерки четверки заведено что в таких районах где есть то есть сдача под короткий срок где это разрешено они уже в принципе не предусматривают хорошим до хорошей школы потому что сюда приезжают очень много туристов и школы не нужны логика есть понятно если если у вас уже выросшие дети это замечательный там хаос это шикарная жизнь курортного типа жизни если есть дети вам тогда скорее всего нужно предыдущий там хаос рассматривать которыми показывает вот и грамотный риэлтор всегда подскажет какой для вас там или дом или апартаменты лучше подходит чтобы вы купили то что вам нужно действительно я знаю что некоторые мечтают об озере покупают дом а потом оказывается что это озеро большое там крокодилы водятся и люди уже купили этот дом и не знает как от него избавиться потому что боятся крокодилов но например то есть надо как да 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 или кто за скалой там что-то по стене поползло нет сожалению к счастью я не знаю но флорида это естественно штат где водятся аллигаторы во всех озерах жизнь и флора и флора показывают ну вот бывает редко ну и что никого не съел улицу с одного озера другой так что ребята спасибо большое что вы смотрите наш канал юлин канал задаете нам вопросы нам очень приятно читать ваши вопросы пишите вопросы пишите я надеюсь что вам понравился этот он хаус кстати мы сейчас проедем на следующий объект это будет также дом полные меблированные то есть тоже с мебелью с посудой но это будет сингл хаус это будет не уже не там хаус там и другие чуей то есть вам будет интересно даже как разница нужно как сравнение посмотреть это видео и следующее видео куда мы сейчас это тоже город кисиме как и это тоже город кисиме там тоже можно сдавать пригород орландо тоже на на короткий срок также как этот vacation дом можно и на короткий можно и на срок это будет уже сингл хаус и другом комьюнити все да пока пока а а Так, вот он барчик, Tiki Bar. Вот, два бассейна, вот один, смотрите, народ купается, 22 градуса сейчас воздуха, может быть вода подогревается, а может это люди с Аляски приехали, им нормально, так, это Лайзи Рива называется. Тут же имеются какие-то магазинчики. Есть еще тренажерный зал, вот здесь можно купить мороженое, снеки. Есть какие-то игры для детей. Посмотрите, здесь гамак, можно поваляться, а там вдалеке озеро с уточками. А вот посмотрите, здесь еще строятся новые апартаменты. У них будет такой классный вид. С этой стороны практически законченный вид у апартаментов. Вот еще только стройка началась. Также здесь все предусмотрено для людей с ограниченными возможностями. И есть мини-гольф, посмотрите, люди играют мини-гольф. И даже есть небольшие горки водные. Также есть волейбольное поле. Вот они горки. С горок сейчас тоже катаются, посмотрите. Мне кажется, прохладненько, но ничего, люди купаются. Музыка. 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 Видите, тут можно заказать массаж по комнату и прочие радости. Здесь все для туристов. Вот, значит, всякие мероприятия и места, которые можно посетить у нас в Орландо, во Флориде, в Кисиме. Очень много чего интересного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...